Здравствуйте, уважаемые друзья! Только сегодня я узнала, что 8 апреля в этом году, то есть через понедельник, произойдет солнечное затмение, которое будет длиться 4 минуты 28 секунд. Ширина тени будет составлять 199 километров, и это будет полное солнечное затмение, которое пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду. Основная тень ляжет на США. Друзья, солнечные затмения проходят довольно часто, но они отличаются друг от друга. Такие затмения, которые будут 8 апреля, проходят примерно раз в 20 лет. Предыдущее такое солнечное затмение состояло в 2006 году, в конце марта. Следующее такое солнечное затмение, такое же по ширине тени, по длительности и по полноте закрытия солнечного диска, пройдет только в 2042 году. Друзья, вы знаете, что астрология – это особая наука, которая скрывается от нас, но которая имеет очень большое значение, очень большое влияние как на жизнь планеты, так и на жизнь каждого человека. И глобалисты, представители глобальной секты, которые управляют глобальными процессами, они как раз обладают этими тайными знаниями, тайными астрологическими знаниями. И они издревле ими пользуются, скрывая их от основной массы населения. Друзья, помимо того, что 8 апреля состоится вот такое вот солнечное затмение, это еще будет переход года по еврейскому календарю. Это будет последний день года, 8 апреля и 9 апреля начнется Новый год по еврейскому календарю, месяц Ниссан. Сам Новый год евреи празднуют в 7 месяце от Ниссана, но вот именно с Ниссана они начинают отсчет праздников. Друзья, и поэтому есть предположение от людей, которые в теме, что 8 апреля будет попытка произвести под эгидой этого солнечного затмения и перехода года по еврейскому календарю, будет попытка произвести какое-то событие, очень масштабное, с выбросом негативной энергии, чтобы направить ее в Новый год. На самом деле знаниями о солнечном затмении пользовались еще и египетские жрецы, и использовали они это, естественно, против безграмотного общества. Обладая знаниями о солнечном затмении, они могли предупреждать безграмотный темный народ, что, мол, на вас обрушится гнев богов, потом начиналось солнечное затмение, люди боялись, у них начиналась паника, ну и таким образом жрецы совершали управление, управление массами безграмотными. Ничего особо не изменилось с тех пор, хотя прошли тысячелетия, и сейчас будет попытка сделать примерно то же самое. Может быть, не напрямую нам скажут, что это гнев богов, но каким-то образом свяжут масштабное катастрофическое событие, которое, естественно, будет рукотворным, man-made, как это говорится по-английски, и вот это солнечное затмение. Напишите, пожалуйста, что вам об этом известно, но то, что нас предупредили о возможных новых терактах в России, это тоже укладывается в эту логику, в эту канву. В Америке ожидаются очень катастрофические события, драматические, катастрофические, и вы знаете, что, слышали уже, что 11 апреля состоится премьера фильма, кстати, как раз-таки после вот этого солнечного затмения и начала Нового года по еврейскому календарю. 11 апреля состоится премьера фильма «Падение империи», английское название «Civil War». И, кстати, мне непонятно, почему так перевели, для того, чтобы на русском языке не давать эту фразу, так буквально. «Civil War» – перевод «Гражданская война». На русский перевели «Падение империи». Ну, вы понимаете, почему? Потому что это может затригерить какие-то нежелательные для власти процессы в нашем обществе. Это к тому, что они очень большое значение придают нерелинмистическому программированию. Именно по этой причине они дали такой странный перевод. Не «Гражданская война», а «Падение империи». Так вот, в Америке, вы знаете, что раскручивают гражданскую войну, и, скорее всего, попытка ее начать, или, возможно, она начнется после выборов, президентских выборов, которые состоятся 5 ноября. Возможно, сценарий, который, опять же, описывают те, кто в теме, блогеры, исследователи, общественные деятели. И, возможно, сценарий – это то, что основные два конкурента Байдена и основные два кандидата Байдена – Трамп. Но Байден в последний момент снимется по состоянию здоровья, его заменит Камала Хэррис, и она победит на президентских выборах, что вызовет волну возмущения сторонников Трампа. И, соответственно, это и будет триггером для гражданской войны. Такая попытка уже обкатывалась в 2020 году, 6 января, на акцию взятия Капитолия. Это была полностью инсценированная акция, что якобы сторонники Трампа, бунтари, пришли, захватили Капитолий. Там тысячи было такое, типа, восстание что-то в Вашингтоне, они захватили здание Капитолия, где ничего такого не было. Я имею в виду, самого захвата здания Капитолия не было. Но зато прошли посадки. Там даже были убийства во время этой акции. Несколько человек погибли. Кто-то был ранен. Потом прошли посадки, такие серьезные посадки. Людям дали огромные сроки, типа по 20 лет. И в итоге Трамп, вы знаете эту историю, может быть слышали, Трамп подавал в суд оспаривании результатов, пытался оспорить результаты выборов. Утверждал, что выборы были украдены. The election was stolen. Выборы были украдены. Но ему не удалось оспорить результаты выборов. В итоге, вы знаете, что Байден был официально избранным президентом. И вот сейчас будет попытка номер два. Вернее, она уже пройдет в другом масштабе. И будет совершенно другая реакция, более интенсивная. Что, возможно, и станет триггером для начала гражданской войны. Насчет того, какая связь между фильмами и последующими событиями, я думаю, вам уже не нужно объяснять. Напомню только событие, которое было в прошлом году. Помните местечко East Palestine, восточную Палестину, в штате Мичиган, где произошел разлив токсичных веществ из состава поезда, который сошел с рельсов, опрокинулся. Власти приняли решение произвести поджог этих токсичных веществ. И в результате в небо поднялось огромное грибообразное черное облако. Эти диоксины расселись на огромную территорию, сделав непригодным для жизнедеятельности человека огромные гектары и леса, и полей. И это, естественно, совпало, совпало в кавычках с тем, что это те земли, на которых выращиваются сельскохозяйственные культуры в большом количестве. Их таким образом вывели из пригодного для использования состояния. Но, я рассказываю почему, что за год до этого вышел фильм, где в точности показали вот эту техногенную катастрофу с этим черным грибом, с разлитием токсичных веществ, с заражением огромной территории. И потом это происходит по случайности. Но понятно, что это не случайность. Они всегда предупреждают о том, что они готовят. И сейчас с этим фильмом «Гражданская война», который на русский перевели как «Падение империи», тоже это называется программирование событий или предупреждение о событиях, которые готовят, я думаю, что уже в конце этого года. Друзья, так что следите, пожалуйста, за информацией про солнечное затмение. Если вы что-то знаете, как я сказала, напишите. Но я думаю, что это предупреждение о том, что будут новые теракты, предупреждение избегать людных мест, лишний раз без необходимости не бывать в таких местах, места скоплений народа. Ну, именно крупный, не просто общественный транспорт, а крупные места скопления народа. Это и спортивные мероприятия, и концерты, и, я не знаю, там еще какие могут быть ситуации. Ну вот, например, Куклачев, клоун Куклачев собрался праздновать свое 75-летие 12 апреля, а тут вот видите, какая неудача получилась с событиями в Крокусе и последующим запретом на массовые мероприятия. И он тут, значит, обратился, высказал свои соболезнования и обратился к Росгвардии с просьбой защитить, провести мероприятие по охране на его концерте. Ну, понятно, что за этим стоит желание заработать денег на своем юбилее, а мероприятия, массовые мероприятия запретили. Плюс еще у многих совершенно естественное опасение бывать на таких мероприятиях. Хотя вот группа «Пикник» 27 марта и «Глазом не моргнув» провела еще один концерт, как им совесть только позволила. Но это вообще другой, конечно, разговор. У людей нет ничего святого, как я считаю. Так вот, у Куклачева тоже, в принципе, нет ничего святого. Им нужно еще срубить бабла на свои 75-летия. И нужно, чтобы пришел народ, купил билеты, и чтобы он не упустил такую возможность. Поэтому он обратился к Росгвардии, помочь ему с охраной мероприятия, гарантировать охрану его мероприятия. Друзья, ну, я бы к Куклачеву не пошла ни в коем случае, даже если бы там все было обложено охраной вооруженной. А потому что, по моему мнению, это мучитель кошек, замечательных, добрых, прекрасных животных. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Ну, а я напоминаю, что пока у нас остается возможность противостоять незаконным поборам в судах, это реально, я сама это делаю. Кстати, у меня заседание будет 4 апреля. После отмененной касации 4 апреля будет новое рассмотрение в московском городском суде. Я вам дам знать, как у меня все пройдет. Но я понимаю, что полностью от них отбиться на данный момент нереально, но можно, все время держа оборону, можно их отбивать. То есть это все реально. Никогда в этом деле не будет поставлена точка, пока не сменится вся эта система. Это понятно. Но держать их на расстоянии, их отбивать, при этом не иметь никаких ограничений, это вполне возможно, просто это нужно делать. Поэтому пишите мне насчет юридических документов, шаблонов или заполненных документов. Делитесь моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. До новых встреч.